Над детской кроваткой она не спала огромное количество ночей. Заведующая отделением детской реанимации областного кардиоцентра Ирина Козева стояла у истоков создания отделения интенсивной терапии для маленьких пациентов с врожденными пороками сердца. Сегодня медику с 35-летним стажем присвоено звание народный врач Самарской области. Нам всем помогает любовь к нашей профессии. Я ни разу не пожалела, что я выбрала вот такой путь. И, конечно, чувство поддержки, чувство команды в реанимации. Мы работаем командой, друг друга поддерживаем. Без поддержки и доверия друг другу нельзя работать. В День медика награды и почетные звания получили 11 человек. Отмечен труд докторов, медсестер, заведующих отделениями. В их числе и врач-анестезиолог Ольга Бобровская, теперь заслуженный работник здравоохранения Самарской области. Говорит, анестезиологами могут быть только люди с особым складом характера. Готовы сделать все, чтобы пациент выжил. Зависит от того, как грамотен анестезиолог, какой подход у него к больной, какую цель преследует анестезиолог. Когда он смотрит, он должен смотреть и знать, что этот больной должен обязательно жить. Наградой удостоился и госпиталь ветеранов-воин. Его руководство вручили флаг Самарской области с лентой «Город трудовой и боевой славы». В этом году госпиталь отмечает 75-летие, и чтобы привести его в порядок, дополнительно выделено 5 миллионов рублей. Сегодня в регионе на страже здоровья жителей стоят около 40 тысяч медиков. В Самаре и Тольятти начали работать новые перинатальные центры. Своего открытия ждут клиники сердца. Новый кардиоцентр заинтересовал инвесторов из России и из-за рубежа. Считают, что такой клиники больше в России нет. То есть такая технология, такие потоки, такие объемы и такое оборудование, которое запроектировано, запланировано и в основном оно уже поступило, такой клиники просто в стране нет. Если мы здесь будем, еще раз хочу сказать, привлекательны, тогда у нас будет и зарплата соответствующая, тогда у нас и уровень будет соответствующий и так далее. То есть мы будем одним из медицинских центров в стране. Благодаря работе самарских медиков в регионе снизилось количество ВИЧ-инфицированных, сократилась смертность от туберкулеза. Улучшается ситуация и в скорой помощи. Бригады пополняются новыми сотрудниками, обновляется автопарк. Только в прошлом году работники скорой получили 30 новых машин. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.